Всем привет, я Юрий Шатохин. Сегодня обзор антивирусной утилиты Malva Resbytes Antimalva. Я дам ссылку на rootracker.org, торрент, откуда вы сможете скачать, если зарегистрируетесь. Здесь регистрация обязательно. Потом, когда зарегистрируетесь, вам будет доступна вот эта кнопка «Скачать с торрента». Вы скачаете папку, в которой довольно много чего. Здесь 4 кей-гена, 3 портабельные версии, 1 дистрибутив с официального сайта и пролеченная версия ProRepack. То есть для нее уже ключ не нужен. И вот здесь информация. Первое – установить программу, но не запускать. Второе – сгенерировать ключ, перезаписать в блокнот и закрыть кей-ген. И третье – запустить программу и зарегистрировать. Так, сворачиваем. Запускаем сначала кей-ген. Я из всех 4 выбрал вот этот, и у него довольно рабочие все элементы. Мы берем, копируем. Я вот этот вот уже первый ключ пробовал, и он сразу же подошел. Вставляем регистрационный код и копируем сам ключ. И закрываем, выходим из кей-гена. Итак, сворачиваем. И я вам покажу не портабельную, не пролеченную версию, а запустим официальную. Сразу предлагается русский язык. И далее принимаем. Далее, далее. И установка. Запустить саму программу, обновить антивирусные базы и включить бесплатный тестовый период. Пусть все так и будет. Завершить. Так, закрываем папку. И сейчас вот база данных устарела. Пожалуйста, нажмите, чтобы обновить. Сейчас пойдет обновление, подсоединение к серверу. И будет обновление антивирусных баз. Вот видим, что все обновилось по сегодняшний день. А здесь бесплатный период, по-моему, 14 дней. Вы можете пользоваться, не регистрируя ее. База данных была успешно обновлена по сегодняшний день. И сейчас запустится сама программа. Так, запустилась. Написано пробная версия. Купить и активировать. Мы сейчас активируем. Вы должны запомнить, что когда активируем, вот здесь будет написано PRO. И вот этих кнопок не будет. Активировать. Открываем блокнот. И вот то, что мы сейчас скопировали. Вставляем код ID продукта. И сам ключ. Проверять обновление автоматически. Активировать. Спасибо за покупку. Все. Здесь версия PRO. Планировщик. И защитный модуль включился сам. Но это только с третьего ключа. Раньше у меня не включались. То есть вот этот ключ довольно удачный. Мы смотрим сканер. Здесь быстрое сканирование. Полное сканирование. И мгновенное сканирование. Мгновенное сканирование анализирует оперативную память и объекты автозапуска. Только для лицензионных пользователей. Вот этот вот ключ сразу подошел, когда включились две вот эти опции. Если ключ косячный, то эти опции не включаются. Эта кнопка красная горит. Итак, я не буду вам показывать. Это долго сканируется. Хоть и на быстром. Мгновенное тоже смысла нет показывать. Просто скажу, что эта утилита чем привлекательна? Тем, что у нее сканер довольно интересный. К примеру, я какими только антивирусными утилитами не прогонял на быстром сканировании. Они не обнаружили двух файлов, которые нашла вот эта вот Мальвара Битас. Антимальва. К примеру, сегодня, сейчас только она нашла, пусть это даже и не угроза, но файл обновления для Рамблера, которого я и не устанавливал. И какую-то справку с прикрепленной к ней вирусом. Вот это вот я все удалил, то есть благодаря вот этой программе. Вот этот защитный модуль, он у нас сразу же запускается. Защитный модуль с Windows включает блокировку запуска файлов. Когда защитный модуль включен, то есть если какие-то файлы попытаются запуститься, или вы сами попытаетесь что-то запустить вас сразу, или спросит, что сделать, то есть включать ли вот эту защиту файловой системы, думайте сами, иногда достаточно вот одного сканера. То есть если у вас ключ даже не включит эту опцию, ничего страшного, сканер как работал, на обнаружение зловредов так он и работает. А нужен ли вам защитный модуль, это уже смотрите сами. Я думаю, что можно обойтись и без него. Вот здесь обновления проверить базу, но они у нас самые новые. Сюда добавляется то, что вы удалили, потом отсюда же можете удалить. Нажимаете выделить, удалить все. Сюда добавляются отчеты, что было просканировано, обнаружено. Сюда можно в черный список добавить элементы, которые будут игнорироваться сканером и защитным модулем. То есть вы сюда можете добавить те файлы, которые вы хотите, чтобы они не проверялись этим сканером. Настройки. Ну здесь все в принципе ничего трогать и не нужно, пусть оно все будет по умолчанию. Настройки сканирования, показать списки и не удалять. Показать списки, отметить удаление. Дополнительно здесь вам будут предложены другие платные продукты. Так, если мы развернем, то и последнюю кнопочку видим. И вот это вот сканер. В принципе, все. Довольно интересный сканер и довольно интересный сам файл. Сейчас я это все дело закрываю. Довольно интересный файл от скучей кейгенов. И вот сейчас у меня уже угрозу в карантин добавило. Сейчас посмотрим, что. То есть защитный модуль уже работает. Сейчас посмотрим, что оно мне добавило в карантин. Не успел прочитать быстрое сообщение. Так, смотрим, карантин. Так, оно обнаружило свои же, ну то есть не свои же, а вот эти вот 4 кейгена, которые есть в этой папке. Их лучше заархивировать, чтобы он их не видел или добавить в черный список. То есть, вот эти кейгены, которые вот в этой папке на рабочем столе, сразу и были определены как вредоносы. Ну вот видите, какой интересный сканер. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok